13-ая петля, все есть. До свидания. А надо что? До свидания. Скажите, а кто занимается вашим федесированием? И вообще, какие садики? Какие садики собираются менять? Да у вас стать более так, если не будет. А кто этот вопрос интересный задает? А кто-то, пожалуйста, сажал с прежданием? Какие садики собираются? Какие садики собираются? Какие садики собираются? Ага. Значит, менеджмент занимается, по-потому, деловая. Оно занимается тем, чтобы донести мою музыку до максимального количества идей. И занимается огромным количеством вопросов, как творческих, так и, можно сказать, организаторских. Ну вот, огромное количество разных вопросов. Жай. Ну, какие жаки вот я не знаю. Это очень строго засекречено. Потому что, да, рассказывать, какие конкретно шаги я буду делать, вдруг вы захотите повторить. Нет, я не буду. А у нас происходят периодически какие-то выезды и мини-туринги. И вот, видимо, через две недели мы поехали на один из байк из Тураля, кстати, министальное место в городе Турбит, где делают магазин «Воксинка Урал». И будет невероятное шоу, состоящее из этих мотаций, кто-то поедет туда. Ну, а все остальные вопросы по поводу турингов и вообще наших перемещений по стране, наверное, Капиталина всегда знает лучше, потому что я всегда просто получаю информацию о том, куда и когда мы едем. Она полностью ведет все, в общем-то, переговоры и так далее. Конечно, вот сейчас у меня личная жизнь происходит, прежде прочим. Если никто не понимает. У меня не существует выходных и невыходных. У меня существует ежедневная жизнь. Мне повезло, у меня нет выходных и рабочих дней, да. У меня есть перелеты, которые можно считать как рабочие дни. У меня есть всегда какие-то студийные работы. Вот занятость на студии, у меня есть там репетиции. И есть много всего, но я не могу это разграничить на выходной. И не могу это разграничить. Из-за фрискона бывают дни, когда я просто сижу дома и читаю книжку, или там уезжаем за город, погуляем в Россию. Наверное, это называется выходные у нормальных людей, да? Конечно, какие-то существа. Или когда просто уезжаешь из девок. Какие лучше всего пишите? В дороге или в доме? В последнее время в дороге. Устинно, когда я веду машину. То есть я постоянно начинаю что-то наперевать все. А в банной поете? Нет. А есть песни, которые записаны, но они, по-моему, не слышали, выходим не давать? Безусловно. Безусловно, есть. Какие-то варианты, скажем так, песен, которые никто никогда раньше не слышал, но я их записывала много дома сама. А есть песни, которые вы написали? Да, такие тоже есть. Я написала, но я не пишу. Поэтому, скорее всего, никто тоже не узнает. А когда много альпомов встретишь? Вот сейчас будем выступать. Мы уже очень активно, поэтому я думаю, что конец этого года. Это электрический альбом? Это электрический альбом. В новом альбоме будут исключительно новые песни, но я думаю, что колебалы и беда для вас уже не совсем новые, но, скорее всего, они все-таки в альбом боятся. Вы можете определить пункт нападок? Тяжелый, тяжелый, тяжелый. А как это изменилось? Однозначно будет отличаться, потому что у нормальных людей один альбом от другого, ну, всегда отличается, да? Я, как бы, как рекрутирую всех артистов, которые двигаются, всегда один альбом отличается от другого. И нравится экспериментировать, нравится что-то искать, поэтому все будет вот находиться в процессе записи. Поэтому сказать, что будет конкретно, я не могу по той причине, во-первых, даже если я это знаю, я не скажу, а во-вторых, я вот 50% даже не знаю. Пока. Да. А когда можно? А вот новые песни в ротации, в плотной ротации, не только в нашем радио, но вообще в других радиостанцах клевала, в последние полтора месяца, я думаю, что только она там занимает великолепные тестовые позиции, нет никакого интереса ни одной радиостанцей брать другую новую песню. Поэтому потерпите немножко, когда вот склонит интерес к этой песне, я надеюсь, что это скоро произойдет. Мы же голосуем за эту песню. А в машине что слушаете? В машине слушаю очень много разной музыки, и вообще преимущественно музыку слушаю именно в машине. Много-много разной. В радиостанции людьми есть? Нет, в радиостанции я практически не слушаю. Но есть какое-то предпочтение к русскому уроку, по-моему? Нет? В чем предпочтение? К русскому уроку. Вы кого-то слушаете из русского урока? У себя же и звук. У себя в машине. Нет, конечно, я саму себя слушаю, но в процессе, когда мы пишем песни в студии, когда надо что-то анализировать, или там концертные даже записи, или какие-то еще, я вспомню, я слушаю себя тоже. И не только в машине в айпозе, там, в ноутбуке, везде, где можно это послушать. Из русской музыки я практически ничего не слышу еще, не могу представься честно. Ну, кроме, там, может быть, классических симфонических оркестов, которые все-таки, на мой взгляд, русские оркесты, они самые сильные. Поэтому их письки дослушать. А квази-электричество, оно как-нибудь будет выходить? Квази-электричество будет ли выходить? Вот, кстати, хороший вопрос для Даренина. Будет ли у нас выходить квази-электричество? После третьего альбома. После третьего альбома Капа обещает, что мы вам выведем копцию квази-электричества, в которой, вероятно, уже будут песни с третьего альбома тоже. Дядя, то ли песенки? Вы же написали стихи или какие-то? Хотела бы сказать, что я вышиваю флестиком, но не вышиваю. Но стихи, да, я-то еще стихи-то. Сборников нет? Сборников нет. Пока. Мне слишком мало лет, я пока не написала еще, ну, так, примерно вот столько, чтобы сразу сборник. Ну, чтобы отобрать из него, чтобы столько осталось сборник сразу. Прикрепить. Ну, вот мне поступали разные предложения опубликовать свои стихи, но я пока этого не делала, потому что стихи я прещу исключительно для себя. И, в общем, прещу их очень давно, и их, на самом деле, довольно много. Но как-то их обнародовать, у меня почему-то не звукает никакого желания. Но, возможно, я когда-нибудь это сделаю. Какой книг вы читаете? Никакой. А вообще? Сейчас никакой не читаю. А вообще книга? Ну, наверное, вот все-таки то, что я перечитывала Ларада Павича «Другое тело», это было одно из последних. Но я ее тоже не вычитала, хотя начала ее перечитывать после поездки в Венецию, но как-то бросила на тот путь. Вот. Но, наверное, огромное количество информации, которые ежедневно читаются из интернета, вот я поймала всегда на мысль, что я не воспринимаю это под чтение книг. Хотя, на самом деле, я вам читаю довольно много всего, и художественного тоже. Но вот это не воспринимается как книга, книга – это все. Ты садишься, ты посидишься. Он… И который нашел время, прилетел там между съемкой в Париже и где-то там еще, он прилетел в Москву специально для завтрашнего мероприятия, потому что завтра будет его выставка. Вот это выставка, в которой мы решили совместно сделать выставку и концерт, презентацию «Limited Edition Unplugged». Так как этот альбом, наверное, на достаточно большое количество процентов – это его работа, это полностью его фотографии, которые, наконец-то, вышли в книги. У Олега никогда не было выставок в Москве, по крайней мере, открытых для, ну, большого количества людей. Может быть, это были какие-то еще? Ее не было. Ее не было. То есть, у него ни разу не было выставок в Москве, и для него, потому что он был большой такой эксклюзив, но ему это очень интересно. Поэтому завтра будет такой фотоконцент на куче. Я надеюсь, что будет тепло, немножко ощёлся. Но в любом случае, там есть крыша, поэтому будет изофра. Ну, а как-то можно попасть. Вот, можно попасть туда достаточно просто, а вот, Гатарина, вам может ответить на этот вопрос. За деньги.